Почти полсотни муравленковских семей в ближайшее время смогут улучшить свои жилищные условия. Сертификаты на соцвыплаты им вручили в рамках региональной и федеральной программ «Молодая семья». Торжественная церемония состоялась в Эколого-Краеведческом музее. Подробности у Натальи Матюшкиной. Церемонию вручения жилищных сертификатов впервые провели в необычном формате. Организаторы постарались сделать все, чтобы она запомнилась участникам надолго. Глава города Елена Молдован познакомила жителей с ходом реализации муравленка различных жилищных программ. И озвучила ближайшие перспективы. И пока взрослые слушали, дети могли посетить игровую комнату. Сегодня в числе счастливых обладателей жилищных сертификатов сразу 47 молодых семей. Это новый рекорд для муравленка. Чтобы все ваши планы, которые вы наметили, обязательно успешно реализовались. Чтобы вы действительно жили и растили детей в комфортных условиях, в благоустроенных прекрасных квартирах. И чтобы в ваших семьях царили мир, покой, благополучие. В общем, дерзайте, творите. И самое главное, занимайтесь заботливым и трепетным воспитанием нашего подрастающего поколения. Счастья вам и всего самого доброго. Такая мера поддержки решает задачи национального проекта «Жилье и городская среда». Только за прошлый, 2020 год, социальную выплату получили 72 муравленковские семьи. В этом году показатель планируют увеличить почти до сотни. Половина из них смогут улучшить свои жилищные условия уже в ближайшие месяцы. Молодые семьи, состоящие в списках молодых семей до 35 лет. Также имеющие в своем составе семьи ребенка-инвалиды. Две семьи у нас. И многодетные семьи также есть в составе. Сумма свидетельства зависит от нормы предоставления на состав семьи, умноженная на стоимость квадратного метра. Региональной мере поддержки предусмотрена повышенная компенсация для желающих приобрести жилье на первичном рынке. Ее размер составляет 40%. Для многодетных семей, где воспитываются 5 и более детей, а также для семей с детьми-инвалидами – 100%. Полученные средства могут быть использованы для оплаты части стоимости жилья или погашения ипотечного займа. Этого радостного события семьи ждут с нетерпением. Вот и Регина Поляева едва сдерживает свои эмоции. Чувства благодарности переполняют. Я хотела бы выразить слова благодарности от нашей семьи, губернатору нашего округа Дмитрию Андреевичу Артихову за предоставленную финансовую возможность молодым семьям получить комфортные жилищные условия. Кроме того, хочется поблагодарить главу нашего города Молдаван Елене Викторовну и членов комиссии, которые предоставили нам возможность поучаствовать в программе «Молодая семья». Поддержка государства, внимание и забота правительства Ямала создают молодым муравленковцам крепкую основу для будущего. И жилищная программа «Молодая семья» с каждым годом набирает обороты. Так, в 2019-м была разработана дополнительная мера поддержки. Семьи, выбывшие из основной очереди по достижению предельного возраста – 36 лет, могли встать в отдельную очередь. А в прошлом году по решению губернатора значительно сократились сроки получения свидетельств. В очереди мы стояли буквально 11 месяцев. Выплата прошла очень быстро. Мы, конечно же, не ожидали. Были нас слышно, что долго, но в связи с изменением программы, ну, очень быстро, конечно, радует. Будем улучшать жилищные условия, на ипотеку будем. Хотелось бы сказать большое спасибо, что существует такая программа, как помощь молодым семьям. Вот, и когда я вставала вообще в очередь, я думала, там, года три буду стоять. А так получилось, что всего лишь год. То есть я очень рада, спасибо большое. В очереди мы с мужем стояли ровно год. Это очень хорошая финансовая поддержка для нашей семьи. И этот сертификат мы потратим на первоначальный взнос в ипотеку. После торжественной части все желающие могли получить консультацию по вопросам жилищной политики и перспективах города у специалистов управления муниципального имущества. А после запечатлеть радостное событие семейным снимком на память в специально оборудованной фотозоне. Наталья Матюшкина, Антон Иванов, Виталий Сидняев. Новости Муравленко.